ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 покрашены суппорта причем покрашены дешево диски их наверное надо точнуть даже порог не крашен на стекле скол от камня оригинальное стекло вот царапинки такие есть их подмазывали но они глубокие стекло тоже родное восьмого года вот это крыло крашена насколько сильно сейчас узнаем в принципе не страшно не критично не смертельно сейчас я досмотрю остальные стекла восьмой год оригинал точно также восьмой год тоже оригинал оригинал это оригинал все стекла по кругу у него родные насосы держит тоже насосы держит троедальный баллон стоит коррозии по задней крышке нет сиденья нирваны и не пропаленные хорошие жесткие потолок у него чистенький вот один рейджик он мне говорил здесь тюф есть целая пачка документов последний сервис у него был 5 07 18 с пробегом 123 тысячи очень предостаточно различных документов и на газ в том числе резина еще поесть тоже нормально руль имеет везде нормальную перфорацию из плохого сразу все заметь проржавела нович насос гидроусилителя стоит давайте запустим первый запуск сегодня с рейлингами подушка есть есть точно также да все на месте все есть дальше машина вроде бы неплохая за исключением того что крашена у нее крыло ну крашена она хорошо сделано она все цивильно но беда заключается в том что этот кузов уже начинает ржаветь самое ценное что есть у автомобиля это его кузов все остальное двигатель коробка ходовая уже неоднократно говорил что это делается чиниться хорошо делается быстро что касается ремонта кузова кузов делается долго дорого и в наших реалиях просто не надолго потому как из-за некачественного ремонта через полгода у нас вылазит рассыпается и ничего хорошего от этого нет никакого удовольствия тоже так вот кузов у этого корейского представителя уже начал проржаветь нам такое не подходит принято решение искать дальше следующий экземпляра едем смотри вот этот автомобиль уже прошел визуально он ровный по зазорах по двери хозяин рассказывал что есть подкрас но без шпакла каша правда арка целая без коррозии идем дальше тоже в оригинале я раньше этим делом тоже занимался кузовщиной рехтовкой покраской кузов у нее целый задняя карта в нормальном состоянии сиденья тоже все нормально чуть-чуть перхоти на подлокотнике но это такое я заглянул он говорил тюф есть немецкий пробега было 94 тысячи в последний сервис был на сто две тысячи двадцать третьего ноль седьмого девятнадцатого сиденье не просажено вполне нормально двери закрывается хорошо эта карта точно также нормальная сиденье без пропалов без ничего потолок почистить надо есть колесо не прикрученные здесь где у них обычно ржавые здесь нормально все лонжероны тоже еще не дают знаков то что будет коррозия здесь понятно борщ под замену каких-то масляных пачоков по ней не видно можно будет лучше посмотреть уже и на подъемнике можно мотор запустить на тормозном диске выработки практически нет сзади сзади аналогично сейчас первый холодный старт очень холодный она без газа кстати газа не никогда не стоял все работает хорошо сзади не конденсатор ничего нет радиатор кондиционера был заменен вот этот пластик чуть-чуть вибрацию дает зуб плохой получается данный экземпляр корейской инженерной мысли мы захотели посмотреть у нас на и сто потому что он действительно с виду сначала неплох так ли это сейчас посмотрим у нас на и сто заглянем его все дыхательные пихательные сверху снизу сзади сбоку в общем на и сто насколько я помню там оговаривали что если машина не покупается мы компенсируем топливом да таким способом все нормально сейчас заедем запросу зальем о том что или же компенсируем как удобно просто о том что например чтобы кататься будь об этом никто разговора никакого что в вашем случае есть тест-драйв ну вот вашими прокатались возле меня нет замечательно я должен как технически образованный человек как минимум прочувствовать автомобиль в данном случае сейчас могу послушать если стучит ходовая или нет вот такие вот моменты а ощутить автомобиль вот я кстати вы отъезжали уже слышал о том что у нее есть вибрация на легких оборотах почему потому что я езжу на автомате сейчас нету сейчас видела такая ситуация например я знаю что я купил это лучше сейчас направо на площадку было бы удобнее с тобой для того чтобы вот здесь вот на полном выборайте слегка проехать право влево здесь можно да не вижу здесь прибавки таких петельных резинки на педали чудо конца не одели сцепление у нее внизу это уже типа очень хорошо на выворотах она камере влево хруста шарниров нет ну у меня в принципе у вас нет можем ехать назад доверять сейчас студенческие годы я вам скажу одно что на самом деле столько раз видел что вот так пока одна можно проехать хорошо проедет и клац и на тебе а потом думаешь что я же делал тест-драк подожди со своим карманом потом приходится мешать на авторынке вообще был цирк когда-то блин лоб в лоб клопанулись а то и вышел который взял покататься и убежал а продавец остался разбитого крыта дырка стеклоподъемник в автомате здесь вниз не работает работает он должен автомате по чуть-чуть идти как нажимается когда полностью нажимаешь он должен опускаться уже конечно его обучить а мы сейчас сюда будем заезжать ну в общем не учится ну не могу сказать что это какая-то большая проблема но как факт зафиксировать можно сейчас еще зеркала так из наблюдений я не думаю что это станет камнем преткновения в покупке про машину ну как по мне ну реально машина интересно по сравнению с тем что мы видели ну она реально живая поэтому понимаю где мужчина буквально поэтому так по колесным маркам по колесным аркам у него ржавчина вообще нигде нету заводская . везде просматривается клипсы все на месте так пройдем все-таки по всем аркам что только заднюю посмотрел здесь тоже все сухо и комфортно вот их посмотрел снизу я уже осмотрю их превышенных колесах так здесь все пистоны на месте у нас что это у нас грязь полезли под низ типа когда-то обработан а вот и свежий мобиль я не показалось ему уже несколько месяцев хотя нанесен он приблизительно по местам будущей коррозии конечно тут местами очаги жарчины слегка уже начинает появляться но в целом вещи очень даже в хорошем состоянии то есть нет такого что все очень плохо даже здесь вот мобиль вроде бы свежий а коррозии там нет поднищу он очень ровный имею в виду то что он не ржавый легкая ржавчинка на лыжероне капли не висят но уже потеет где-то рулевая рейка сейчас посмотрим с той стороны да и с этой тоже так в общем все чисто хорошо почти как у нового автомобиля ну да для 13 лет очень даже вы нет пыльники целые вот только в основании самой рулевой рейки вот здесь вот чуть-чуть протекает но пыльник сам целый час еще выверну да он целый может не зажатый хомут не думаю я уже попробовал он жестко сидит катализатор у нее не вырезанный странно в наших реалиях и не вырезанный машина имеет украинскую регистрацию все хозяева очень часто просто его вырезают в целях в целях экономии про я же не смотрел это андрей смотрел я не присоедини и крайне тихосмотр на нее даже есть так тут ровненько ну ждем пока ждем пока серёга у нас сейчас посмотрит а потом да да то что мы увидели речка а давай и покачаем тебе покачать грузи сейчас подожди секунд чаще ща 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 я наверх мотора еще посмотрю на там нифига нету но на всякий случай везде все сухо комфортно и даже не мыто не есть легкая где-то что-то вон он не свежий наверное ну и собственно говоря главный герой несмотря на категоричность этого парня изначально он был вообще не дружелюбным вот не трогайте мою машину поставьте ее туда нельзя на не ездить никакого тест-драйва только я вас могу провести потом он стал гораздо так мягче и дружелюбнее надо отдать должное этому парню потому как он по телефону сразу сказал что он занимается продажей автомобилей он сразу сказал что машина битая сразу сказал что машина крашеная я думал там трэш но все сделано великолепно он не рассказывал легенды о том что машина брата свата тети и дяди я вообще первый раз продаю машину ничего не знаю кстати по номеру телефона у него действительно нет проданных автомобиля по его личным но зато по рабочим там машин ой просто караул сколько заказчик наш очень захотел этот автомобиль приобрести я рассказал о всех зонах риска но для того чтобы их минимизировать было принято решение купить автомобиль по договору купли-продажи сейчас посмотрим как экспертизу пройдет я предварительно автомобиль посмотрел то есть я вижу то что он не был аварийным на нем даже нет в общем машина полностью ровно несмотря на все это парень оказался мировым чуваком благодаря ему мы попали к эксперту я не смог пробиться но он очень быстренько организовал и уже по записи пока мы ехали наша очередь подошла и мы ну правда мы подождали минут 15 но все равно эксперт приехали на площадку смотрим я думаю даже так проще держать муша с той стороны закрыла видно не будет ну да это в более чем достаточно замовника для того чтобы он бачил экспертиза десна пройдена и для того чтобы просто отремонна бумажка эксперт посмотрел единственное что я вовремя не успел включить камеру там где он полностью все осматривал но по факту все равно все проверено то есть по факту мы имеем то что точно уже понимаем что экспертиза пройдена на площадке действительно сервисного центра центрального в городе киеве кто знает местный по местности увидит угадает пошли дальше оформлять несколько слов нужно сказать о самом автомобиле заявка у нас была принципиально только на передний привод но именно то сам без полного привода именно передней машина должна было быть по желанию бензиновая реже рассматривались дизеля имеем бензиновый hundai to sun с пробегом 125 тысяч километров пригнаны из германии есть подтверждение по пробегу правда за прошлый год но она есть машина практически не державая есть места где появляются всякие коррозии машина технически исправная купили этот экземпляр за 8200 долларов двигатель двухлитровый бензиновый все как и хотел заказчик и механическая коробка передач юрий а именно так зовут этого парня оказался отзывчивым и помимо того что он быстренько нашел эксперта он даже нашел дешевле место где оформить договор купли продажи сейчас во время пандемии нотариус и охуан от их ренели устроили пир во время чумы раньше договор купли продажи стоил 400-600 гривен в некоторых местах центре города цены доходили до восьместа сейчас от 3 до 4 и кошка не ходи То есть в 10 раз поднялась стоимость договора купли-продажи Так вот Юрий нам быстренько нашел парня, который оформили за 800 гривен Это все равно дешевле, чем где-либо нашел я Хотя вроде бы тоже не первый день этим занимаюсь Но большой респект, уважуха, поклон Забегая наперед, я знаю о том, что у меня в подписчиках есть люди, которые продают автомобили Я ничего против не имею покупателей, продавцов Я лишь против того, что когда я говорю, что вот я автоэксперт, я еду за 3-9 земель смотреть автомобиль Не надо обманывать, не надо говорить, что машина не бита, не крашена, что это влезет Я понимаю, крашена машина или не крашена Ты вообще на что надеются те люди, которым говоришь о том, что я эксперт, я еду смотреть Я понимаю, почему людям не говорят до конца правду Наши люди не хотят слышать этой правды, в принципе не хотят Люди верят в манну небесную, в некие сказки, еще во что-то Поэтому люди те, которые продают автомобили и преподносят такую историю Тяжело в Украине продать автомобиль, учитывая платежную способность нашего населения Сложно продать автомобиль, учитывая менталитет наших людей Все хотят вот 10 тысяч пробег задешево Вот бабушка уезжает куда-то там на ПМЖ Это ее машина, вот она на ней ездила совсем чуть-чуть В это хотят верить Поэтому, если в это хотят верить, продавцы и рассказывают это Ребята, если вы едете оформлять автомобиль, но не понимаете, как это делать правильно Для того, чтобы не стать жертвой аферистов, не делайте этого самостоятельно Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто Всем удачи на дорогах, всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok